В этом году стенд Hyundai на Женевском автосалоне выдался на удивление ярким. Корейцы подготовили для швейцарского шоу сразу несколько мировых европейских премьер, среди которых числятся два концепта – гоночный болид и одна серийная модель. Центральное место в экспозиции занял абсолютно новый концепт среднеразмерного кроссовера – Intrado. Данный автомобиль интересен тем, что оборудован силовым агрегатом на водородной ячейке. Все дело в том, что Европейский Союз ввели нормы, согласно которым к 2020 году все автомобили, которые могут выехать на дороги Европы, должны выбрасывать в атмосферу не более 5 грамм СО. Еще одной ключевой особенностью Intrado является его углепластиковая основа. Данный материал очень легкий и одновременно с этим прочный, что позволяет эффективно использовать ресурсы мотора. В экстерьере Intrado легко угадывается основное положение дизайнерского направления жидкой скульптуры – струящейся скульптурой. Простое геометрические формы, чистые линии, обилие света и подчеркнутая агрессивность облика. Однако новый концепт интересен не столько своей внешностью, сколько технической составляющей. Главной текущей задачей для конструкторов Hyundai является внедрение в массовое производство альтернативных силовых агрегатов. В эксклюзивном интервью «Автопанораме» рассказывает вице-президент отдела маркетинга Hyundai в Европе Марк Холл. Именно поэтому Hyundai Intrado оснащен доработанной водородной топливной системой, еще более компактной и производительной, нежели ее предшественницы. Технические характеристики установки не разглашаются. К тому же Марк признался нам, что Intrado вряд ли доберется до конвейера в ближайшем будущем. Однако за старания дизайнеры-конструкторы Hyundai получают от «Автопанорамы» заслуженную твердую пятерку. Или десятку. По новой системе. Что до серийных премьер, то в центре внимания оказался европейский дебютант Genesis Sedan. Автомобиль получил новую решетку радиатора и современную оптику. Профиль премиального корейца стал более вытянутым и стремится к модному нынче облику четырехдверного купе. Новый Genesis обзавелся всеми модными системами активной безопасности, в том числе и функцией автоматического торможения. Еще одной фишкой нового топ-седана станет интеграция с нашумевшим гаджетом Google Glass. Надев умные очки, водитель сможет запрашивать любые данные о состоянии автомобиля, просматривать маршрут системы навигации, дистанционно открывать и закрывать автомобиль, и даже выбрать дату и время визита в сервис, рассказывает «Автопанораме» Марк Холл. Что выйдет из столь амбициозных идей, покажет время. Еще одна концептуальная премьера Hyundai расположилась несколько в стороне от корейского стенда. Все дело в том, что концепт «Пасса Корта» разработан студентами Европейского института дизайна «ИЭд Турини», на стенде которого и красовалась ярко-оранжевое спортивное купе. Студенты работали под художественным и инженерным руководством специалистов корейской компании, но от целевой аудитории были выбраны молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Авторы проекта утверждают, что им удалось создать автомобиль, который вызовет неподдельный интерес у поколения смартфонов. «Пасса Корта» получил углепластиковый кузов «Монокок» и компактный бензиновый мотор объемом 1,6 литра. Эти технические решения позволили снизить массу автомобиля до 830 килограммов, что в свою очередь положительно скажется на динамике спорткара. Отсутствие заднего стекла компенсируется камерой заднего вида, которая также служит фотокамерой, способной отправлять снимки прямо в интернет посредством беспроводной связи. Еще одной новинкой стенда стала европейская премьера многообещающего гоночного болида на базе среднеразмерного хэтчбека i20. После десятилетней паузы Hyundai объявили об амбициозном решении вернуться в мир ралли. Под капотом гоночного i20 расположился турбированный четырехцилиндровый мотор объемом 1,6 литра, построенный на базе серийного блока цилиндров. Раллиный боец уже прошел крещение на первых этапах в RC и успешно показал себя в руках бельгийского гонщика Тири Невиле. Что ж, в скором времени Автопанорама обязательно расскажет о премьерах динамично развивающейся корейской марки. Подробнее. Так что оставайтесь с нами, будьте в курсе последних новостей автомобильного мира. В рубике с конвейера узнаем, какой автомобил получил звание автогода по версии европейских журналистов. А также познакомимся со свежей премьерой весны 2014, его собрать универсаль. В школе тест-пилотов наши народные эксперты разбирают по винтикам автомобиль настоящего белого волка. Пикап Форд Рейнджер